Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители! В эфире передача «Субери Сёс». Я ее ведущий, Тарсун Века Мурзаков. Вы все знаете, Казахстан является аграрно-сырьевым государством. У нас огромные территории и возможности развития сельского хозяйства. И об этом и другом мы будем вести сегодня речь с гостем нашей студии, с генеральным директором научно-производственного центра зернового хозяйства имени Бараева Абдулаевым Кинжи Кужахметовичем. Добрый вечер, Кинжи Кужахметович! Научный центр имени Бараева создан в 1956 году и до сих пор занимает одну из лидирующих позиций в системе изучения и развития растневодства. Я вот нашего уважаемого гостя хотел бы спросить, какова стратегия, какова миссия вашего научно-производственного центра? Здравствуйте, телезрители, здравствуйте, спикеры. Миссия нашего института является создание новых сортов и развитие технологий на севере Казахстана. Там наша технология, которая была по системе земледелия, которой у нас технология была, она распространена на более 60 миллионов гектар земли. В данный момент эти сорта наши выведенные уже занимают в данный момент около 5 миллионов гектар земли нашего Казахстана. Поэтому миссия нашего института является продовольствием безопасности нашей Родины. Это очень большая миссия. Я вот, знаете, мне как-то пришлось побывать в штате Монтана, в Америке, и наблюдать, как там занимаются производством зерна, как у них это все организовано. У них есть комитет, который занимается экспортом зерна, и который состоит из 5 человек. Эти 5 человек назначают семью выборщиками, которые созданы фермерами этого штата. Скажите, пожалуйста, вот в нашей стране, я когда был студентом, это уже давно было, вот Саратовская 29, сорт такой был. И сейчас, я вот, насколько знаю, это Саратовская 29 действует. В высокоразвитых государствах говорят, что через каждые 6-7 лет меняют сорта. Вот как с этим делом обстоит у нас в Казахстане? Это сортосмена. Если я сам проработал 2 года в Америке, у них действительно сорта меняется каждые 5-6 лет. Идет новый сорта, задаются новые параметры. У нас в Казахстане, вот вы рассказали про Саратовская 29, Саратовская 29 это очень сорт, родоначальник наших сортов, это уникальный сорт, который имеет гензоисточивости. Поэтому она скрещивается нашими сортами, и получаем засухоисточивость сорта. На основании этих сортов было создано плядо сортов. И из этих сортов получены большие достижения. Сейчас действительно уже отходят многие, скажем, от Саратовской 29. Сейчас уже конкурируются 2 школы. Это школа, скажем, казахстанская и российская. Здесь, если мы занимаем около 50%, 50%, где-то более 40% занимает российские сорта. Это омские сорта. Но, конечно, более адаптированные, более пластичные сорта, это наши сорта. Поэтому работа на месте не стоит. Насчет продвижения наших сортов на север, на север и занятия больших ареалов, нам создано было по инициативе Министерства сельскохозяйства, создано консорциум. Консорциум входит Национальный центр биотехнологии, Национальный аграрно-научно-образовательный центр и Институт Бараева. Объединивших мы уже выходим на новый уровень по выявлению генеза суосочивости на основании этого создания сортов. Вот в Америке или, вот я скажу, в Аргентине, конечно, эти сорта меняются каждый. Желательно, вот если Европа три года, в Штатах во всех три-пять лет меняется, у нас где-то чередность имеет около семьи восьми лет. Ну, желает лучшего, конечно. Поэтому крестьяне должны к этому стремиться. В последнее время уже тенденция к улучшению есть, скажем, к стартам. Это очень хорошо, что Вы говорите о таких тенденциях. Например, есть такие показатели, что, например, в 2012 году зерно третьего класса составляло 70%, а в 2015 году 65%, в 2016 году 45%. То есть зерна третьего класса становится меньше и меньше. То есть качество зерна теряется, стоимость производства увеличивается. С чем связана такая тенденция, что вот качество зерна падает, стоимость дорожает? Как Вы могли бы такую вот тенденцию объяснить? Качество теряется в двух условиях, потому что сейчас пшеница является монокультура, и поэтому обеспеченность почвы теряется плодородие. Поэтому мы поставим перед Министерством сельскохозяйства, перед нами стоит задачу, мы, скажем, анализируем и говорим, да, содержание нашей около 27 миллионов гектаров земли, азот и фосфор ниже среднего. Поэтому, потому что те качества, те удобрения, которые, скажем, необходимы, она не получает. Поэтому снижается качество, снижает конкурс способностей. Но почему она дорожает? Потому что дорожает и ГСМ дорожает, гербициды были стоили, комбайн дорожает. Из-за этого она, скажем, себе стоимость дорожает пшеница. Если раньше было, покупали комбайн примерно 100-150 тысяч, там уже она до 200 тысяч доходит. Кенжик Ажахметович, если вот структуру зерна взять, которая вот у нас в Казахстане производится, ну, по этим, по сортам, средние спелые, средние ранние, поздние, то какие вот у нас есть сорта, которые вот соответствуют нашей погоде, вот которая погода вот сейчас меняется? Какие сорта нужны? Каких сортов не хватает? Что бы надо делать в этом отношении? Ну, простой пример, вот если яркий пример, который вы называли, 11-й год, вот скажем, вот 11-й, 12-й год, один год мы получили 24 миллиона тонн, второй год мы получили 16 миллион тонн. Мы на ровном месте потеряли 8 миллион тонн за один год. Это все причина, нету засухо-сочего сорта. Это первый, один бич, скажем, это засухо-сочего. Это климат у нас резко-кондинентальный, поэтому необходима сорта засухо-сочего. Для этого идет, чтобы вывести засухо-сочего сорта, пластилина сорта, над этим мы работаем. Это вот наша первая помощь, это новые технологии, биотехнологические методы. Это национальный центр биотехнологии, в котором мы совместно сейчас с консорством вошли, работаем, выделение гена засухо-сочего пшеницы. Вот тогда, может быть, она от таких перемен 6 миллионов или 8 миллионов, ежегодно потери не будет. 2-3 миллиона. Поэтому у нас самый признак это засухо-сочего. А имеются вот такие вот статистические данные, что потери в зернах идут за счет того, что есть огромное количество сорняков. То есть по подсчетам экономистов говорят, что потери за счет сорняков достигают 10%. За счет того, что, говорится, мы не лечимся от грибков и других болезней, потери могут составлять 40%. Как идет борьба с сорняками, с заболеванием пшеницы? Да, хороший вопрос, потому что в 2016 год показали всем это яркий пример. Все ждали, вообще показывал урожай 25, получили 15. Здесь центр просто потеряли из-за болезни. Почему это так происходит? Потому что прогноз, надо, необходимо делать прогноз. Чтобы делать прогноз, они, крестьяне, должны научиться прогнозировать этот повод. поэтому мы в этом году заложили полигон точно в земледеле, где прогноз идет, ставятся метеостанции, метеостанции, которые, скажем, межфажный период, контролируют межфажный период. Когда, если любое, скажем, начинание, если 10-10 полевого у крестьяне есть, 10-11, какое-то поле болеет, очаговый, надо его, скажем, потихоньку лечением заниматься. Она переходит на все посевы, и она, мы поражаем, теряем урожайность. Поэтому, необходимо, конечно, нам, вот, наша технология, которую, скажем, мы по точной земледелию проводим, надо фитополитический анализ делать, вот этот, надо почаще проводить таких анализов, и почаще ставить метеостанцию. Метеостанция сейчас недорогая, она идет от 1000 долларов начинается до 5000 долларов. Вот этот, если обеспечить этими оборудователями и научиться читать, тогда, я думаю, скажем, будет, отличный было бы. Сейчас, действительно, уже к нам идет хорошая программа, есть две программы Hold Down и AgroSmart, в которой мы работаем. Уже мы на ранних этапах определяем болезнь и применяем к этому химическую защиту растений. Кинжик Акмедович, вот у нас сейчас вот в Бахмалинской области по Кустанайской по степям едешь, что в основном у нас пшеничные поля. А как же уйти от монокультуры, как сделать научно обоснованные все обороты, как эти вопросы решать? Вот своевременный, вообще, сейчас уже создавший вопрос, почему? Потому что мы тоже учеными беседуем, мы тоже думаем, вот примерно около, если зерновые занимают 40 миллионов, его снижать надо до 8 миллионов, около 5 миллионов надо отходить. Почему? На плодосменность и обороты. Чтобы плодосменность и обороты отходить, нужны зернобобовые, скажем, культуры, которые фиксируют азот в почве. Потому что то количество, которое требует почва на 15 миллионов, мы не сможем обеспечивать. Теперь надо востребованной, скажем, рынком культуры, это один из этих, скажем, культур, это чечевица. Вот простой пример. Я в Аргентине, когда был, там 14 миллионов гектаров земли. Из 14 миллионов гектаров земли 8 миллионов сеется соей. И около 6 миллионов занимает пшеница. Она основной экспортер и сои, и пшеницы. Ну, конечно, соя восстанавливает почву, азотофиксатор, плодородия не теряется. Решили вопрос. Потому что Казахстан только кроме зерна, я думаю, скажем, должен искать свое днище. Днище это культура, которая востребована на рынке. Это востребована на рынке, это чечевица. Потому что мы рис или сою сеем очень тяжело, потому что рис это влага, сами знаете, влаголюбивая культура, соя влаголюбивая культура, но чечевица, она более засосовывающая культура. И если рис где-то обеспечится 2,5 миллиарда Юго-Восточной Азии, если потребляет, сою потребляет весь мир как белок, теперь мы ищем свое днище. Это, я думаю, по совету ученым, это днище наша чечевица должна быть. Потому что вся миллиард, 300 миллионов населения Индии потребляет чечевицу. Турция потребляет 6 миллионов тонн, экспортируется из Канады в наш регион. Чечевица экспортируется 6 миллионов тонн. А нам где-то мы под боком стоим, условия позволяют, все позволяют, поэтому необходимо включить плодосменную севооброту, где, скажем, будет доля азотофиксирующих, большая львиная доля, была азотофиксаторная культура. скажем, бобовый, это горох, это чечевица, это нут. Вот эти культуры мы должны отходить от пшениц и идти сюда. Это и диверсифкация будет хорошая, и экспортная культура будет хорошая. Вот, я думаю, скажем, ученые нашего института посоветуешь, мы видим вот этих зернобобовых культурах. Хорошая подсказка бизнесменам, нашим телезрителям. А в каком направлении будут развития сельского хозяйства и как надо развивать. То есть отходить от монокультуры на чечевицу, на сою и другие азотосодержащие культуры. То есть они, соответственно, удобряют землю? Удобряют, удобряют, потому что она варварское отношение не будет к земле. Если монокультура будет, мы и так полудородие теряем ежегодно. А восстановить его только эти, скажем, азотофиксаторы, фиксирующие только культуру будет. А вы говорите про экспорт нашей продукции. То есть мы 30% пшеницы экспортируем. Как увеличить долю экспорта пшеницы за рубеж? Вот в штате Монтана до 90% производим пшеницы экспортируется. И экспортируют его 5 человек. Как вы могли бы подсказать, изменить ситуацию увеличения экспорта нашей продукции? Ну, увеличение пшеницы это тяжело, потому что здесь очень транспорт на развязке. Вот даже арабы муку готовы взять, все готовы взять, но вот этот транспорт расходы, ее снижает конкурс способность нашей пшеницы. Поэтому, я думаю, надо вложиться в те культуры, которые, скажем, высокорентабельны. Это как чечевица. Если пшеница стоит 46 тенге, она стоит, если своя цена поставить его 150-200 тенге, это, конечно, три раза будет. Хоть куда вози, она будет прибыльной культурой. Поэтому, чтобы экспорт на культуру повысить экспорт, тогда уменьшая экспортный потенциал пшеницы, увеличивать надо экспортный потенциал зерновых маслячных культур. Вот тогда она будет конкурс-способна и она покупается. А 7 тысяч, если мы оставим 8 миллионов гектаров земли под пшеницу, мы сейчас, если получаем около 11-10 центнеров, два раза увеличивать надо его урожайность до 15. Тогда то количество, которое мы брали с 12 тонн, с 12 миллионов гектаров, мы будем брать с 8 миллионов гектаров. Поэтому президент говорит, давайте повышать урожайность этих культур. Тогда это будет с 8 миллионов гектаров получать будем тот, который ставил задачу президент. Замечательно. Вы очень хорошо нацелены на те задачи, которые поставил президент и ваш институт готов их решать. Вот скажите, пожалуйста, кроме того, чтобы должны быть хорошие сорта пшеницы, приспособленные к нашим регионам, но и должна быть инфраструктура по производству пшеницы, например, элеваторы, техника, которая убирает. Какие проблемы в этой области и как нужно было решать эти вопросы? Ну, сейчас большие с министерством, я смотрю, в последнее время, анализируя, большие работы ведутся по обеспечению техники, потому что мы из-за границы покупаем эти комплексы очень дорого, поэтому сейчас те фирмы, собирается и как считаю и поладар хорш, она будет по сравнению с этими более дешевле, чем возить за границу и пошлины, она будет более дешевле. И второе, те комбайны, которые будут собираться у нас, тогда будет она и дешевле, и нам крестьянам доступно. Вот третий это путь, это химические средства защиты. Химические средства защиты постоянно министерства тоже ставят вопрос в последнее время, чтобы заводы по выпуску гербицидов были у нас, потому что раньше она была примерно цена 50%, сейчас она выросла до 100%, поэтому если производитель будет в Казахстане, гербициды, гербициды, тогда было бы у нас отлично. И третье, это технологии, которые точно земледелие, которые мы ведем, раньше, если мы на около 5000 гектаров, мы тратили 100 миллионов тенге только на гербициды. Сейчас с внедрением этой новой технологии, мы уже затрачиваем на 40% ниже за один год, потому что это на гектар раньше лили гербицид сплошного действия, а сейчас не льется, если где-то она реагирует на зелень, дифференцированное несение очень дорогостоящего гербицидов, где зелень она идет, дает, убивает, впрыскивает, а где нет, зачем его впрыскивать, если где нет. А мы раньше сплошного лили. Вчера были международная конференция у нас была, 7-го числа, и тогда разговор был, привалтийцы говорят, у нас гербициды экономятся до 70%, до 70%, мы дошли до 40%, но нам стремиться, надо, скажем, доходить до 70%, как они. Замечательно. Кинжик Жахметович, вы очень интересные ответы дали на наши вопросы, большое вам спасибо, не зря говорят, хлеб всему голова, и вот сегодня мы рассмотрели одну из важнейших отраслей сельского хозяйства, это растеневодство, в частности производство зерна и других культур, которым занимается ваш институт, большое спасибо за то время, которое вы нам уделили, я просто думаю, что ваши ответы и те протитенденции, которые вы рассказали, будут полезны для наших телезрителей. Уважаемые телезрители, на этом программа наша завершается. Хош сау, болонсдар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok